Здравствуйте, дорогие кормящие будущие мамочки! Меня зовут Юлия, я сертифицированный консультант по грудному вскармливанию. И сегодня мы с вами начинаем курс, посвященный грудному вскармливанию. Первой нашей темой станет подготовка к кормлению и необходимость такой подготовки. Как многие из вас, наверное, знают, начинаешь искать информацию в интернете и сталкиваешься с тем, что ее очень много, она разнообразная, противоречивая. Как во всем этом многообразии разобраться? Чаще всего можно встретить советы о том, как сделать так, чтобы сосок огрубел и как бы меньше подвергался воздействию при сосании ребенка. Можно встретить такие советы, как контрастный душ, как растирание груди вафельным полотенцем, как разминание соска руками. Вариантов много. На самом деле, стоит ли им следовать? Как показывает многолетнее наблюдение консультантов по грудному вскармливанию, мои в том числе мировая статистика по этому вопросу, говорит о том, что никакая подготовка к груди как бы не гарантирует вам того, что у вас не возникнет проблеск груди во время кормления уже, когда ребенок родится. Поэтому любые манипуляции груди менее эффективны, чем если бы вы, например, больше узнавали о грудном вскармливании. Кроме того, в поздние сроки беременности это может быть опасно. Дело в том, что матка становится чувствительной к окситоцину, которая выделяется при любой стимуляции груди. И может возникнуть на самом деле ранняя родовая деятельность, которая, конечно, никому как бы не нужна, ни ребенку, ни вам. Все должно быть вовремя, ребенок должен родиться тогда, когда это будет предназначено природой. Что же в этом случае делать? Как готовиться к рождению ребенка и к кормлению в том числе? Ну, прежде всего и лучше всего искать информацию на этот счет, то есть искать информацию о физиологии лактации, о правильном прикладывании. В частности, правильное прикладывание как раз поможет вам избежать проблем с грудью. То есть если ребенок приложен правильно, он сосет правильно, травм сосков возникнуть не должно. Уделите им больше внимания этой части вопроса. То есть не готовьте свое тело, готовьте свой разум, свое восприятие грубного скармливания, психологически готовьтесь к этому. Это будет гораздо больше, более эффективно, чем различные там манипуляции с грудью и даже которые могут принести неприятные ощущения, но когда вам говорят, что это надо делать, вы терпите и делаете. На самом деле не надо так истязать себя, готовьтесь к кормлению груди больше эмоционально и информативно. Вот как бы и все, что я хотела рассказать вам о подготовке груди к кормлению, к рождению ребенка. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, предлагайте свои темы, я обязательно их рассмотрю и возможно в скором времени мы с вами обсудим новые темы. Рада была с вами видеться. Всего вам доброго, до свидания. С вами была Юлия Гордачева.